Добрый день, дамы и господа. Начнем нашу презентацию. Тема «Новые угрозы» реки Днестр. У нас фигуры Виктор Сытов, кандидат географических наук, руководитель гидрометцентра Черного и Азовского моря. Наталья Лобода, профессор, доктор географических наук, заведующая кафедрой гидроэкологии и лодных исследований Одесского экологического университета. Елена Попова, кандидат биологических наук, доцент Одесского национального университета имени Вечникова. Юлия Терновая, руководитель общественного совета при Беляевской госадминистрации. И Владимир Губанов, заместитель директора Международного природного парка, как кандидат биологических наук. Мы потом титр в нашем видео все пустим. Пожалуйста. Добрый день. Мы, общественность и люди науки в Азии в Азии в области собрались сегодня для того, чтобы сообщить о новой ингрузе, которая нависает на нашем инвесторе. Я позволю себе немножко обратиться к аналогии событий. Мы все живущие в Азии в Азии в Азии знаем, насколько для нас важен Днестр. Это место жизни наших народов. Это, прежде всего, наша вода, наша питьевая вода. Вода на жизни. Но тут, что Днестр, вы знаете, века большая, это одна из крупных рек Украины. И в 50-е годы на нем появилось на Днестре появилось первое ГЭС, это было Губасарское ГЭС, которое оказало свое влияние на жизнь в реке. Прежде всего, тогда, чем стало заметно, то она прибыла путь для движения оседрог. И, в принципе, мы не навсегда потеряли оседроги для Днестра. В 80-е годы на украинской территории были построены и построены Днестровское ГЭС, в Кучиновинской области. Мы знаем, начиная с 70-х годов, многие ученые, общественники ведут борьбу с этим мозгом. Ну, казалось бы, мы все понимаем, мы все совершенные люди, нам нужна электроэнергия, мы не представляем жизни, и помещается свет, это уже полная катастрофа. Но всегда надо видеть в этот момент, какой ценой мы получаем электроэнергии, какую цену мы готовы платить. Я думаю, что когда появилась метровская ГЭС, это было большое утро, со временем появилось, что у нас было первое ГЭС-1, потом появилась ГЭС-2, потом появилась Росковская коммунизующая инстанция, они выносили все больше и больше урон для гражданин и стран. Может быть, мы не сразу почувствовали его, но, со сомнением, уже в 80-х, мы жили в Одесской области, мы видели на Агентстве, о том, что насколько меньше становится воды. Казалось бы, это количественно, но в конце числе мы почувствовали, как меняется вообще эта система, как ухудшается качество воды, ухудшается уровень жизни, ухудшается декоративную экосистему имени в одних странах. Потом со временем специалисты расскажут о том, что и так у нас ситуация общеприиматическая, сложная. Участились засухи и может принять все меньше. Молдова, страна, которая 90% зависит от Днестровской воды, потому что это их вода питьевая. У них нет никаких источников. Круп занимает них всего 10% водообеспечения, а все остальное в них связано с Днестром. Но наша Днестровская ОДС постоянно, начиная с 50-х годов, задерживала, все время задерживала паводки и не давала нашей Днестровской ОДС получать положенное ей количество воды, для того, чтобы нормальная мальчона была в жизни Днестровской ОДС. В Молдове есть общественная организация, очень активно очень сильная, это Экотирос. В Молдове есть общественная организация, которые тоже присоединяются к Экотиросу. И уже давно они делали сообщения, заявления о том, что Украина, так нельзя себя вести, было предложено в 2012 году, даже было предложено соглашение в имя Украины и Молдовы, и имя об этом решения, подписание о соглашении, но Украина не артифицировала этот договор. Это был бассейновый договор о Днестру, что Украина и Молдова вместе должны принимать решения, любые решения о Днестру. Вот такая картина была на сегодняшний момент. Она и так была неблагоприятная. И вот где-то летом 2015 года мы на уровне слухов узнали о том, что существует какой-то проект о том, что на Днестре собираются построить еще 6-7 мини-ГЭС. Тогда еще летом 2015 года я обращалась на Украину, что вы слышали о каком? Это такая ерунда, это не может быть. Это настолько нелогично, настолько бедно и неприемлемо. Это все ерунда. Но уже в 2016 году, это осенью 2016 года, уже была принята программа, нашим правительствам была принята программа развития ребятной энергетики до 2026 года. И в этой программе уже было оказано о том, что они будут проектированы, все эти 6 мини-ГЭС на Днестре. Сразу же общественность выступила против, украинская общественность. Думаю, что если осуществится этот проект, то в Ивано-Франковской, Термопольской, Черновицкой области все время узнают о том, что есть такой прекрасный национальный парк «Местовский комбион». Последний день он стал очень известен, там сплава по Днестру. Он стал, можно сказать, такой туристической меткой. Вот если будут счастливы эти проекты, то будет очень повышен уровень воды, и Днестровский таньон, все эти прекрасные рекреационные места будут просто залиты. По этому же проекту полагается отселение нескольких сел, им будут предоставлены квартиры, где-то городской местности, но прекрасные места будут затоплены. Объясняют это тем, почему нам нужны эти 6 ГЭС, потому что это вещь на энергонезависимость, нужна сложная ситуация с событиями, с российской апельсией. Это обещает, вроде бы, энергонезависимость, обещает решение проблем с павоктами, проблем с засухами. Но вся и научное общество, и общественность Ивана Франковского, Баскет-Цернопольской, Черновийской, Молдова криком кричит, что вы делаете, нельзя делать, Молдова совсем останется тогда без воды. Но, тем не менее, уже где-то до лета 2016-го мы узнали о том, что уже есть проект стратегии развития энергетики до 2035-го года. Несмотря на все это сопротивление, которое Молдова, Украина, Украинский университет и общественность уже высказывали, то все равно эта стратегия уже есть и по-прежнему все равно внесены в проект вот этих строительств, этих шести ГЭС, они все равно внесены, они есть. То есть все наши сопротивления и попытки, они все же разбиваются о том, что это есть в плане, это будет строиться. На данный момент есть уже такое общественное движение, пока началась Молдовская область, называется, ГЭС, присоединяются сельсоветы, общественные организации, научные учреждения, Иваново-Франковский университет тоже присоединяется к этому движению, и они просят о том, что давать им общими силами, общим сопротивлением, докажут о том, что нельзя осуществлять этот опасный проект, который приведет к этой биологической организации. Поскольку обычно инициатором этого всего проекта является АД Едрене, они оплачивают это, проект очень дорогой, конечно, они будут искать кредиты, постоянно будут искать кредиты, но уже на, хотя бы на обоснование, они готовы выделить спец, чтобы делать это обоснование. Очень большие тоже деньги. Имеет ли смысл, ради, какие большие деньги, для того, чтобы, скорее всего, все-таки было доказано, что это очень ведомый проект, и его не нужно делать. Ну, сегодня, поскольку я как общественник, обычно у специалистов и аналитиков говорят, это ваши общественники только кричат, они мало что знают, поэтому, хотя много знаю эту тему, но я привыкла уважаемых наших ученых-подетских, которые могут высказать свое мнение, рассказывать, даже вопросы, потому что всегда это очень скользкий вопрос, что вам важно, свет или вода? Ну вот, чтобы мы не спорили, что нам важнее свет или вода, и мы понимали, какой ценой все это происходит, поэтому я прошу Наталью Степанову, профессора нашего общественного университета, сказать, если вы хотите. Университет занимается расчетами, которые оценивают изменения водных ресурсов в Украине в результате глобального потепления, которое происходит на территории Украины с конца 80-х годов. Существует много различных сценариев поземнения климата. Они предполагают разный уровень развития населения, хранического населения, разные темпы снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, разные способы интеграции между странами. Эти сценарии носят различные названия, сценарии выбросов, сценарии территории, известны под названиями А1Б, В2, РСП-4.5, РСП-4.8. У всех этих сценариев есть общие. А именно, что водные ресурсы северо-западного черномория будут уменьшаться, и наиболее вероятнее сохранение или даже некоторое увеличение стоков возможно в украинских карпатах. И это обстоятельство, возможно, открывает пути для того, чтобы начать строить ГЭС на Днестре и продолжать эксплуатировать рехут места. Однако, хочу обратить ваше внимание, что горная часть Днестра занимает всего 17% этого водосбора. Как правило, различают зоны формирования стока и зоны использования стока. К сожалению, на реке Днестр сложилась такая обстановка, что область формирования и область использования совпадает. Именно в верхней части Днестра построено огромное количество химических комбинатов. Именно в Карпатах производится вырубка леса, которая это зона недостаточного увлажнения, дает всего лишь 20% притока воды в реку Днестр. Если мы перекрываем горную часть, верхнюю часть Днестра, то получается, что мы закрываем возможность поступления воды в среднюю и нижнюю часть Днестра, включая и Монталию. Они должны опираться на свои притоки. Но эти притоки высыхают, снижаются водные стрики, из-за того, что в результате глобального потепления последствия его для зоны недостаточного увлажнения, а это именно нижняя часть Днестра, они более сильны, чем в горной части. И вместо того, чтобы строить новое водохранилище, мы должны направить все усилия на то, чтобы изберечь естественные условия формирования стоков в Украинской Карпаты и для северных притоков реки Днестр. В то время, как средняя и нижняя часть Днестра к 2050 году, приток даже тех небольших лет, которые впадают в место, снизится до 50%. То есть мы можем войти в область зоноэкологической кожественной. Кроме того, уже по существующим ГЭС существует много претензий к поводу того, что не выполняется бассейновый принцип. То есть эти ГЭС, они работают на энергоснабжение, не учитывая гидрологическое, гидрохимическое, экологическое состояние реки и всего ее поселения. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Наталья Степановна сказала много из того, о чем я хотел сказать. Но я хочу обратиться к представителям ГИДРЭНР, которые мы пришли на форум, где здравый смысл и вообще логика строительства этих шести ГЭС. По их оценкам, эти шесть ГЭС, которые будут расположены на лиге места, будут давать возможности генерации 300 мегаватт электроэнергии. 300 мегаватт. Для сравнения, один самый наименьший блок Гровинской АЭС дает 400. А здесь все шесть 300 и причем эти 300 мегаватт способны будут давать эти ГЭС только в то время, когда ДНЕСР будет достаточно наполнен водой, а в период недостаточной водности, в период засухи, эти ГЭС вообще будут работать на одну десятую свою мощность. Однако, куда-то надо пристроить 2 миллиарда долларов для того, чтобы осуществить этот экономический, в первую очередь, глупый и бесполезный проект. Кроме этого, тут уже говорила Игоря о том, что пострадают уникальные заповедные места на Днестре. Вот так всеми хорошо известный Днестровский каньон превратится из каньона в лужу. А в этом Днестровском каньоне на минуточку отлетает 200 видов реликтовых растений. Это уникальные явления для нашей Украины. Кроме этого, вот эти последовательные ГЭС будут способствовать тому, что вода в Днестре начнет свистеть, там начнут накапливаться вредные вещества, химические загрязнения. И эта вода будет готова не только для полива, но и для питья. Потому что качество воды резко ухудшится. И мне бы хотелось бы все-таки... Я в интернете читал и изучал этот вопрос. Я нигде не встретил разумного объяснения, почему этот проект возник, и что в результате этого проекта мы сможем дослечь. 300 мегаватт в период максимального наполнения Днестра. Это всего лишь одна четвертая часть потребности Тернопольской области. В настоящее время ни Тернопольская, ни Франковская, ни Черновицкая не испытывают недостатки в электроэнергии. Там нет веерных электроотключений, как это было десятки лет назад. То есть логики, логики создания этого проекта я не вижу. Поэтому я как специалист, как гражданин категорически против строительства ЭДГС. И хотелось бы, чтобы правительство, чтобы президент заинтересовались кто создает, кто продвигает этот проект и учли те вредные последствия, которые будут нести в месту вот эти ГЭСы. Спасибо за внимание. К сожалению, по поводу того, что вы сказали, очень важно, как не всегда для многих вопросов, это деньги, прежде всего. Потому что, когда уже можно сделать 30 ГЭС, это прежде всего продавать первоприченно, продавать электроэнергию на завтра. Это не для осуществления потребностей местного населения, это для продажи энергии на завтра. То есть продажи, продажи, продажи. Вы знаете, когда в Бенокаковской области давно уже идет то, что у нас сопротивление, и там же Надя уже назвала, как Днестровский конюн национальный парк, когда принялся вопрос о том, что мы же дадим деньги на исследование, и национальному парку даже пообещали где-то около 600 тысяч на их нужды, для того, чтобы они поднимали участие в исследовании для обоснования этого проекта. И в честь этого национального парка они отказались. И, скорее, мы понимаем, что такое взять деньги, мы не будем родить, потому что это преступный проект. Мы говорим только о национальном парке в Верховье, и о национальном парке в Верховье. У нас есть наш Ниндястровский национальный парк, и мы, хотим сказать, что мы сейчас в этих областях говорим, но наша Олесская область, причем мы в Добровье, мы о чем и сообщаем об этом, она уже пострадает. Среди всего пострадают, потому что качество воды пострадает система Ниндястровского национального парка. Поэтому, если можно... Я начну немножко от другого. Одно приятные мести в детстве и написал в Верховье, и написал в Лидии учиться. Вот это было только правильно от Розанского подзима. Сегодня хозяйственная деятельность учитывается в Европе, там зарабатывают и тратят деньги. Все негативные последствия вынуждены пораскребывать из Ольга Днестрата, в том числе природозаповедные территории. У нас указом президента в 2008 году создан Нижнестровский национальный природный парк. Но еще раньше на территории Лель-Днестрата у нас были организованы два международных водно-головных угодья, так называемых Рамсарских, по поводу сохранения которых Украина подписала международные обязательства в площадке 2006 года, по 27 тысячам. Я работаю в парке 7 лет, по науке, и очень близко сталкиваюсь с теми негативными последствиями, которыми приведет и зарегулирование, и дефицит. Честно говоря, сегодня воды нет, и не следует ожидать, что она когда-то появится. Я думаю, что гидрозы меня поднимут. Вот мы ежедневно получаем данные по уровню и вытратам Нижнестровского водохранилища. Да, сегодня водохранилище 117 метров более воды. Обычно на это время это было 120 метров. Значит, на сегодня мы не можем ожидать реального водохранилищского обыска в Нижнестровском водохранилище, который бы обеспечил нормальное воспроизводство как фитофильных видов рыб, так и в большинствах водно-болотых птиц и многопитающих. Значит, по моему наблюдению, если еще в течение двух лет мы не получим воду, то мы утратим те критерии, которые дают основание считать на предоучастки Дель-Кистров, Ромсарскими водами. Мы не наберем 50 тысяч птиц, мы не наберем 20-30 птиц, которые дизлятся в эти места. Значит, насчет каскада водохранилища. Значит, дверища. Что мы получим? Мы получим, во-первых, фильтрацию, во-вторых, мы получим испарение. Мы и так испаряли, по-моему, уже достаточно, и, короче, все равно на территории. Значит, по поводу необходимости получения электроэнергии. Вы знаете, что электроэнергия в Украине продает, в том числе через Одесскую область, по которой мы экспортируем электроэнергии в Одессе. Поэтому внутренние потребности и в Одесской области, и в тех регионах, и в электроэнергии. Что мы потеряли уже, и что мы потеряли еще? В результате строительства каскада водохранилища, в первую очередь, в Басарску, мы полностью потеряли оседром. Когда мы считали стоимость электроэнергии, никто не считает, что сегодня стоимость черной белузы. Это 2000 долларов. Я узнал о стоимость щучей. Сегодня стоимость килограммов щучей крыльки, это 1600 рублей. Поэтому, на эти вещи, они будут очень много электроэнергии. Скоро придет к тому, что мы будем экспортировать электроэнергии, продукты питания, в том числе рыбу. Мы можем купить. Сегодня полностью потерян для Днестровского ремана, Рыбецкий. Занесен в Красную книгу, Малый Рыбец, но вот Крыму. Рыбецкий большой потерян. Потерян черпонь, который мы ловили, порядка 120 тонн. Практически исчез лень. Полностью доходила популяция Днестровского рака. Мы ловили официально до 60-70 тонн, которые их потребовали. Сегодня мы получили две тонны рака официально. То есть ущерб природным ресурсам будет нанесен неэквивалентный прибыль, полученный от торговли электроэнергии. Еще одна вещь. Значит, сегодня мы строим, а последствия негативные вынуждены ликвидировать за счет денег ОБСЕ и других международных фондов. В том году, в качестве компенсационного мероприятия, были очищены каналы. Это финансировало ОБСЕ. Почему? Заграница должна компенсировать тот ущерб, который мы наносим сами себе на наши территории. И единственный правильный выход из создавшейся ситуации, это не строительство новых грехов, а продуманная комплексная программа спасения плавней Дельты Днестра. Спасение Дельты Днестра комплексной гаражей, которую обеспечило местонахождение птиц и небесторых, в том числе и космосковных видов декоративных выдающих. Если кого-то инсультирует, то у меня на компьютере есть материалы, касающиеся нынешней ситуации Дельты Днестра. Это деградация грозовых углов, это массированные пожары, которые вызваны обезбоживанием плавней. В том году у нас выгорело 4700 гектаров плавниковых зарослей и тростников. В пересчете на ущерб это порядка 20 миллионов материалов ущербов. А причина этих массовых пожаров, это одна из основных причин этого обезбоживания плавней. Второе, вы не сказали, что после строительства Дубасарского водохранилища, когда в причине угли вода не поступала, а Дубасары наполнялись, у нас произошли самые страшные масштабные пожары, в результате которого в плавник выиграл грунт на глубину 1,5-2 метра. Правда, в перспективе это уже потом через 5-7 имело позитивный эффект. Но вот те страшные летние пожары привели к огромному ущербу для природной системы. Я благодарю вас за это. Спасибо. 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 Существует построенная карта распределения изолин истока для всех Украины. Под вопросом находится положение в северной части Украины, то есть по одним сценарием изменения климата в результате глобального потепления там будет происходить увеличение стопа, а по другим уменьшение в пределах всей Украины. В бассейне истока на 80% это равнинная часть, на которой будет происходить уменьшение стопа. И только в горной части возможно сохранение стопа и некоторое увеличение осадка и даже увеличение стопа на 10-20%. Но, учитывая общее снижение притока в средней и нижней части Украины, даже небольшое увеличение на 10-20% и даже 15% не сможет компенсировать то, что происходит в степной и безостепной части. То есть по всем сценариям ожидается уменьшение стопа в равнинной части, снижение стопа весенних полугодий. Почему в Карпатах этого не происходит? Потому что там увеличивается количество катастрофических паводков. То есть в периоды сосудивности они удлиняются, однако максимумы паводков дождевых они возрастают. То есть потепление, оно связано и с неравномерностью распределения стопа, возможны катастрофические паводки. И вот это дает повод говорить о последствиях наводнения, о необходимости проведения защитных работ. Да, это все необходимо делать, но это касается только верхней части Днестра. То есть до Днестровского водохранилища. И само Днестровское водохранилище должно использоваться не только для энергоснабжения, но и для регулирования стопа, для того, чтобы предотвратить паводку. Неумелое управление водохранилищами и работой ГЭС, но и привело к тому, что в ряде случаев было затопление в Черновицкой области и так далее. Но это результат неправильного управления гидрокехническими сооружениями, которые созданы. Спасибо. Если вопросов нет, то вы повесите много внимания. Наше обращение будут стоять на связи.